У нас в гостях великолепный Павел Кочкин, известный российский предприниматель, бизнесмен, автор программы и тренинга предназначения, обучил уже сотни предпринимателей и помог им найти свое дело. И очень интересно сегодня с Пашей побеседовать о его пути, потому что он был и в традиционном бизнесе, потом перешел в онлайн бизнес и сейчас перешел в онлайн образование. То есть ты в определенный момент, будучи экспертом и преподавая кучу тренингов, ты понял, что ну как-то уже не так весело. Все, как тренер я проработал свою роль. Ты уже проработал, ты свое отдал, да? Да, я мастер-тренер и так далее. Теперь пора стать уже собственником над системой. Да, теперь пора стать собственником. Я должен вернуться назад в известную мне компетенцию и выстроить наконец-таки образовательный бизнес. Окей, круто. И ты решил причем полностью перейти в онлайн, чтобы самому быть как бы методологом и предпринимателем. У меня там три роли. Я методолог ключевой, который занимается современным педагогическим дизайном. Я собственник и я сам у себя иногда работаю тренером, но как бы это не является чем-то... А педагогический дизайн ты для внешнего рынка тоже делаешь или только для своих преподавателей? Мы делаем для внешнего рынка. Прямо сейчас идет курс. Вчера стартовал. Ну, давай по цифрам пройдемся. Сколько сейчас у тебя оборот, примерно там сколько прибыльность, сколько сотрудников? Ну, я многие из этих цифр не знаю, но я ориентирую скажу. Мы... Выручка примерно в месяц колеблется от 2 до 5 миллионов рублей. Вот это вот сколько у нас на вход общий там заходит. То есть, ну, умножьте, получим годовую там выручку. Рентабельность достаточно высокая. То есть, там процентов 40. Вот мы сохраняем то, что мы можем вводить на прибыль. У меня есть два партнера, которые со мной в долях в прибыли. Они являются ключевыми топ-менеджерами. И они держат на себя основную маркетинговую деятельность и операционную. И я на себе закрепляю основную часть ответственности и методологию. Да, вот все, что этим связано. И у них уже есть какое-то количество людей, которые на них работают. Мы давным-давно, 2 года назад отказались от офисов, от всех. Вообще во всех моих бизнесах нет офисов. Уже давно. То есть, последний офис мы закрыли в том году по ISO 9001. То есть, там вот долго еще держался офис до прошлого года. Но и он уже тоже нет необходимости, потому что мы в услугах работаем. Там у нас другие критерии важны. Физический приход в помещение оказался непринципиальным. Мы через нас пропустили платных учеников больше 10 тысяч. То есть, с разной степенью там среднего чека. А у нас это там от 100 рублей до 100 тысяч рублей примерно. То есть, у нас нет продуктов дороже 100 тысяч рублей. То есть, мы вот в этом диапазоне примерно. То есть, у нас нет ничего за миллион. Ни разу не продавали. Может быть, кстати, нам еще предстоит. То есть, мы не умеем делать очень дорогие продукты. Вот. И что еще интересная цифра? Сколько сотрудников работает? Вот я не знаю. Я примерно предполагаю. Я думаю, что у нас... То есть, ты не управляешь? Нет, нет. Я никогда в операционной деятельности себя, вот, ну, генеральным директором себя никогда не считал. То есть, ну, вот обратите внимание, я когда перечислил три роли. Я тренер сам у себя в компании, собственник и методолог. А вот генеральный директор... Ну, тренер ты для клиентов или тренер ты для и топов, там, сотрудников? Ну, я сейчас ему введу для клиентов. То есть, я у себя в компании... Он видеоуроки пишет. То есть, он методологию пишет. Да, да, да. Структуру курсов. Плюс ведет их. Да, вот как сейчас, да. То есть, если нам там, например, нужно какой-то модуль сделать, то я в нем регулярно, вот так, на камеру, на говару. Понятно. Ну, да, идеально для эксперта. Ну, вот да, то есть, я там что-то изучил, 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 там, где-то поездил, там, с учителями, с учеными поразговаривал, эксперимент какие-то поставил, говорю, так, поехали. Значит, у нас появился интересный аспект для мужчин. Там, предназначение, мы сделали сегменты. Для мужчин, для женщин, для предпринимателей. Да, сколько сейчас продуктов в рамках всего направления? Мы всегда хотим шесть, держим их в поле зрения. Живые сейчас три, вот. А остальные, они как бы в очереди низкого приоритета. Топовый продукт основной – это предназначение, дело жизни. Для женщины, для мужчины? Правильно, для женщин, для мужчин. Да, то есть, женское предназначение. А что более популярно, мужское и женское? Я всегда пуширую, толкая вперед и агрессивно развиваю предназначение. Это унисексовая история, это смысл жизни, там, как найти себя и все, что с этим связано. Бьет все рекорды женское предназначение. Вот, при минимальном количестве усилий, я там ничего вообще не делаю, вот. Там просто шквал, там на каждый марафон заходит по 500 человек. А по объемам выручки просто даже интересно, вот, мужское и женское, примерно. В этих, вот сейчас странная ситуация, вот, первая такая ситуация, вот сейчас прям, у нас мужское предназначение перебило все. Это вот произошло последние два месяца. Всегда до этого конкурировали обычное и, ну, вот, основное и женское. Они там, вот, ну, борются. А, кстати, те цифры, которые я назвал, они, это по предназначению. Вот, то есть у меня эти параллельные, это разные команды. То есть женское предназначение это еще один бизнес, мужское предназначение это еще один, ИСО это еще один, вот, там, ну, там, есть какая-то недвижимость, которая сдаёт свой вариант. То есть это все, ну, неким образом собирается. Ну, это 2-5 миллионов рублей в месяц это по онлайн-курсу? Нет, просто по предназначению. Там и онлайн, и оффлайн-вы мероприятия, да. Вот, и... То есть мужское еще, женское еще плюсом, что... Женское еще плюс, что дает, да, 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 женское еще дает плюс. Вот, но они все время с разной степенью успеха. Иногда они спадают до 100 тысяч рублей прибыли. Вот, то есть, ну, мы ни разу не работали в минус в футфол. То есть так же получалось, что у нас, когда все плохо... Ну, влайн-образование это очень сложно. Да, надо залететь в минус. Сильно, сильно. Да, надо сильно постараться, да. Вот, но вот у нас как бы плохие времена по каждому проекту, если мы заработали 100 тысяч рублей, вот, это означает, что у нас прям, ну, мы бьем тревогу, все встаем на уши, что происходит. Вот, если мы заработали 100 тысяч рублей, это означает, что что-то, короче... Ну, да. Биг фейл. Да, биг фейл, просто прям, ну, типа, где, что происходит, да. Ну, вот, если вот там от 100 до 2 миллионов коляблется, вот, то это вот, ну, в этом диапазоне мы считаем более-менее нормальным. Я пока не научился делать из этого крупные структуры. То есть вот даже вот там, когда Петя, да, с Мишей, там сильно переросли, да, я вот не умею делать там оборот в миллиард, там, вот прям реально не умею пока. И даже пока не знаю, что для этого делать. Маршрут сейчас у меня тоже не посвящен плюс еще одному нулю. Да, ну, круто. Как сейчас устроена бизнес-модель? То есть, если ты в курсе, то есть сколько подписчиков примерно, там, уроковая цепочка или там вебинарная, или уроковая плюс вебинарная, какие примерно конверсии? Буду врать, потому что она меняется сильно и в разных местах разная. Но примерные я знаю цифры, примерные. Например, вот сейчас вот с конца начнем. Вот только что, например, закончился курс, я с конца, мне проще будет отматывать, мы будем примерно понимать конверсию. Вот только что, например, закончился курс предназначения для мужчин. Вот, на нем в оффлайне было 15 человек всего, да, то есть это была очень такая маленькая такая куларная тусовка. При этом в онлайне было 40 человек. И оффлайн для них был подарком, потому что это был последний вообще оффлайн, который мы проводили. То есть, вот мы вживую, вот эти 15 человек, которые пришли, они пришли на одну из продающих фраз, это последнее мужское предназначение, которое мы проводим в оффлайн. И я прям в эти выходные, вот прям пятницу, вечер, субботу, воскресенье, у нас там были эти полевые практики, парни там боролись армрестлинг, там все дела, у нас там такая мужская прокачка сильная. Да, да, там прям все так гей-гей. Там у нас есть модель 70 баллов, по которым прокачиваются мужики, и они идут в поля проверять. И такое соревнование, вот кто там, почему прокачан. По деньгам, по силе, по эмоциям, по чувствам юмора, там так далее. То есть там по разным компонентам они прокачиваются и двигаются вперед. Навык понимания женщины, зачем она истерит, там и так далее. То есть там много всяких разных дисциплин, которые они там в мужчинах прокачивают. Клан, клановедение, создание культуры в семье. И вот 15 человек вживую, там 40 с чем-то человек в онлайне. И мы впервые получили фантастически сильные отзывы в онлайне. Впервые. Это была четвертая попытка. То же самое было с женским предназначением. Примерно к четвертой попытке, к третьей, к четвертой. Да. То есть вот попытка сразу создать шедевр, я вообще долго не верил. Я вообще мужское предназначение вообще не воспринимал как продукт. Мне казалось, что там есть пикап, там есть прабабки, типа как мужикам денег зарабатывают, там есть какое-нибудь выживание, там бои, там не знаю, там спорт и так далее. Вот что есть мужчины, которые продумывают создание клана, что он будет главой семейства, крепкую семью хочет и так далее, что этого рынка нет вообще. Но все мои личные консультации, когда мне платят там 30 тысяч рублей за побеседовать в кафе, все были посвящены этой теме. Паша, женюсь, или Паша там, не знаю, у меня есть предыдущий брак, у меня там, у нее есть тоже предыдущий брак, у нас есть дети от предыдущих браков, у нас нет нормальной модели в семье, даже не столько твой психологический опыт, сколько твоя вот, ну, личная история, рядом посидеть. Прокурируй, пожалуйста, ставочки слишком высоки. То есть сейчас вот в следующий раз сейчас создать семью, пожениться и так далее, и опять там напортачиваешь, короче, и говорю, слушай, сколько там у тебя стоит? Будет персонально. Вот, можешь меня провести вот эти вот несколько месяцев, короче, сейчас я буду делать предложение, с ее родителями договариваться. Какие должны быть договоренности в семье, короче, можно, может вообще нет. Да, 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 вот так, да. И, ну, у меня очень дорогие личные консультации, я их, ну, вообще не, ну, как очень, на самом деле, смотря с кем сравниваю, да, ну, 30 тысяч там, это, ну, надо сначала заплатить, чтобы в моем расписании начали время искать, а потом, если он больше занимался, он доплачивает. Ну, вот, там, из расчета 15 тысяч в час. И все были посвящены только этой теме, только этой. То есть приходили мужчины, причем такие очень сильные, просили, ну, поддержать, как грамотно построить семью. И вот сейчас мы получили продукт с четвертого раза, где в онлайне вау-эффект, где жены в чат Телеграма пишут видео и говорят, вау, спасибо, парни, вы такие крутые, я даже представить себе не могла, короче, что у меня мой муж пройдет. То есть, ну, там настолько, ну, опять, с четвертого раза, то есть мы почти, ну, второй год разрабатываем продукт, прежде чем он становится шедевром. Так, это получается продукт, а по маркетингу тебя можно мучить? Да, значит, ну, я просто маловладею. Я же, видишь, методолог, у меня вот, ну, другой человек. Ну, нет, просто если ты назовешь примерные, то мы перейдем дальше, как ты нашел как раз управленца. Да, 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 значит, примерные называю. Значит, вот смотри, 15 человек в оффлайне, например, да, хорошо, значит, 40, вот эти цифры говорю, 40 человек в онлайне. Нет, сколько подписчиков зашло? В онлайне. Изначально. Конверсия на каждом вебинаре от 7 до 15 процентов. То есть, если мы делаем вебинар, я от 7 до 15 процентов. Как люди на вебинар попадают? Вот, люди на вебинар попадают из двух основных таких потоков. Первый – это наша база, где они греются очень давно. Е-мейл. Да, е-мейлы и социальные сети. То есть, это там, где они у нас давно подписаны, мы там анонсируем, ведем с ними контакт, они там с нами живут довольно-таки давно. Да, и холодный трафик, который мы покупаем через классические инструменты. Там очень, ну, там в два раза ниже конверсия, но мы все равно продолжаем это делать, и у нас пока, к сожалению, очень слабый бюджет на привлечение холодного трафика. Мы не умеем этого делать. Зато, чем мы живем, это плодим контент и очень контентно заполоняем социальные сети, YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, там, и так далее. Мы заполоняем это правильным контентом. Вот, мы прям отвечаем на вопрос, мы прям живем-живем-живем-живем-живем. Вы контент сеете там через, проанализировали SEO там? Да, конечно, конечно, да, все учитывая, правильно. А на YouTube? И на YouTube тоже. Ну, например, что мы делали? У нас, например, одна из таких стратегий была крайне простых, она у нас называлась «Серия в желтой майке». Можете посмотреть на YouTube, вот как это было сделано. Мы взяли тупо наше семантическое ядро, вот посмотрели в нашей теме, кто что из себя представляет, ну, например, там, лень, как избавиться от депрессии и так далее. Ну, мы прям выбрали то, что для нас оптимально. Вот, дальше меня поставили так вот перед стенкой, вот в такой желтой баньке, я помню, стою вот в футболке такой. Вот, у меня маркер в руке, вот я выписал на стене все эти ключевые слова, вот, и дальше держал в голове такой простой вопрос. Думаю, вот человек в поисковике набил, да, как избавиться от ленья? Вот что мне сейчас сказать, чтобы это было для тебя максимально полезным? Я брал такую паузу, там, в 30 секунд, так, примерно, прикинул, делал какую-то заметку на доске. Включал вай-фай в голове. Вот, да, включал вай-фай в голове, абсолютно верно, да. Принимал им физинформационные сети. Абсолютно верно, да. Дальше, ну, а слава богу, опыта там уже столько, что надо было просто выбрать самое ценное, да, и дальше оператору ему говорю, все, так, поехали, второй ролик. Вот, и короткие пятиминутные видеоролики, где я вот самое ценное, что у меня есть конкретно этому человеку под его запрос, вот, беру и говорю, лень, 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 лень. Слушай, да хорош, лень, это лучший вообще сигнал, говорящий о том, что ты не тем занят. Что такое лень? Дальше я там что-то рассказываю, где эти ролики лежат? В общем, ты в потоке. Да, да. В общем, я хотел просто прокомментировать для зрителей, что это одна из самых таких прикольных стратегий для продвижения, когда там, ну, не хочешь какие-то бюджеты вкладывать в холодный трафик. То есть ты берешь, там, да, прописываешь полностью твои ключевые слова, на YouTube выкладываешь, там, везде распространяешь, и оттуда идет поток, но поток же тоже надо куда-то заводить. Правильно. То есть воронку какую-нибудь. Правильно, правильно, правильно. Значит, мы под каждым видеороликом на YouTube, например, у нас есть такая ссылочка. Если вам интересно больше, вот, пожалуйста, вам туда. На уроки, да? Да, на уроки, да. Прямо на уроки, а на продающую страницу или на подписную? У нас два варианта. Либо мы на главную страницу, там можно, например, 5 уроков бесплатно. Вот, и прямо на главной странице есть возможность начать учиться. Раз вариант. Вот, второй вариант, если там есть какая-то узкая тема, мы, конечно, делаем лендинг, вот, в котором предлагаем что-нибудь вкусное. Вот, это разрядок хочет. Это маркетолог там решает. Да, 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 да. У меня есть там, ну, там люди, которые этим занимаются. В женском предназначении одни, вот, в предназначении другие. Сейчас предназначение и мужское предназначение. Одна и та же команда обслуживает, но не факт, что так дальше будет. То есть это, ну, автономный бизнес-единиц. Вот, и дальше у нас есть лендинг. То есть ты под каждый продукт делаешь команду? Стараюсь, стараюсь. И у нас у каждого продукта гарантированно есть проектный менеджер. То есть тот, кто за него отвечает. Как проектный менеджер, маркетолог? Проектный менеджер, он дальше под себя формирует уже либо из наших существующих ресурсов, да, либо из внешних ресурсов. Если существующий ресурс начинает ныть и говорить, ну, вы знаете, у нас там… Есть такой куратор. Правильно, да, проектный человек, который берет какую-то тему, и он продает свой проект нам в команду. Вот он говорит, ребят, дайте вот такие-то ресурсы. Столько-то писем хочу дать по базе. Вот такой-то хочу дать контент. Такие-то вещи. Паша, мне уже 4 часа твоего времени, чтобы заснять вот такие материалы. То есть у вас центр управления полетами есть, есть проекты, да? Да, 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 да. То есть у нас есть некоторые вот, ну, там, глобальные, верхние такие сособственники, совладельцы, вот. Вот, и под ними есть проекты, которые… То есть есть верховный маркетолог, есть генеральный директор, условно операционный директор, да? Есть проекты такие, которые рулят продуктами. И они такие приходят на общую, там, вещь, сказать, совещание. Мне нужно, там, 5 часов времени Паши, чтобы он не… Да, 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 3 часа, Леша. Да, плюс столько-то писем в базу, плюс, короче, немножко времени маркетолога, плюс немножко времени, там, вот того-того-того-того. Вот, и я, короче, обещаю вот такие показатели по бизнесу. Вот смотри, там, по верховным людям это такая, больше химия с людьми должна быть. Именно она. По проектам, где ты их берешь? И сколько плачешь? Ну, те, которые наверху, они в долях, вот, то есть они, у них процент от прибыли, вот. Они прям, как, ну, процент от прибыли. Те, кто занимаются привлечением, у них процент от выручки. Где я беру проектов из прояв… У нас есть методология, как мы вылавливаем инициативу. Она вообще началась с того, что в Гарварде я был на курсе Launch New Ventures, по запуску новых венчурных проектов. И у нас были все обеды организованы. И за столом, за нашим, за обедом всегда были вип-гости. У каждого за столом, там, там, человек 10, и вип-гости. У нас вип-гостем был Джефф, он создатель LinkedIn, Board of Director LinkedIn. И он тот самый Boston Consulting Group, венчурный капиталист. Я его спрашиваю, говорю, Джефф, говорю, вот, предположим, я бы пришел к тебе на работу. Вот я не приду, потому что у меня все нормально. Говорю, ну, представь себе, вот, что я настолько крутой специалист, что могу расшить самую для тебя узкую задачу, вот, самую сложную. Если я ее решу, ты прям будешь счастлив, прямо гиги-гей. Говорю, вот, что мне для тебя, как для венчурного капиталиста сделать, чтобы ты прям сказал, вот, ну, вау, вот, это очень узкое место. Ну, реши, и я, короче, буду очень тебе благодарен. Вот, я вот его спросил, а он мне сказал такую фразу. Он говорит, show me the guy. Говорит, покажи мне, говорит, вот того человека, у которого глаза горят, и идею, говорит, готов продать хотя бы мне. Вот, дальше он перечислил основные критерии. Говорит, жаден до денег. Говорит, вот, мне, говорит, ну, не нужны те, которые, там, говорят, типа мне, деньги все равно. Говорит, вот, и вот он дальше мне перечислил критерии. Говорит, show me the guy, говорит, я остальное сделаю. Я так на него посмотрел, подумал, ну, ах ты, ну, как интересно. То есть ты не на бизнес-параметры смотришь, не на перспективность ниши, не на какие-то там параметры дополнительные, да, там, которые можно было бы там учитывать. Да, да, он говорит, ну, конкретного чувака, говорит, вот, покажи мне его. Я, говорит, все остальное сделаю. Говорит, вот основной капитал. Я так сказал, знаешь-ка чего, поехал-ка я в Россию, посмотрю, откуда их взять вообще, этих вот, ну. Что у меня на предназначении происходит? Ну, у меня ведь так и происходит, у меня, допустим, 30 человек на курсе. Из них один-два чаще всего подпадают под эти критерии. Понятное дело, далеко не все. Ну, один-два, глаза горят, он очень увлечен к какой-то идее и так далее. И я его спрашиваю дальше, у нас есть какие-то совместные интересы? Хочешь, мы можем поискать их в пересечении. Я для них авторитет. Они говорят, слушай-ка, потому что это будет честь для меня в этом управлении поработать. Вот, я, естественно, подхожу далеко не ко всем. Вот, но один-два-три человека подходят ко мне, с кем-то из них медленно, но верно, подфильтровываются. И люди проявляются, говорят, я вот в этой теме специалист. Могу вот в этом управлении поработать. И вот, например, ближайшее предназначение будет вести парень, который поваром работает, у него свой проект «Мужик у плиты». Вот, и Петя у него там тоже его знает, Коля, ну не знаю. В общем, это, ну, и вот он говорит, я очень хочу возглавить вот эту часть в проекте. Можно? И у нас всегда нематериальная мотивация во главе, всегда нематериальная. То есть, если человеком материальная мотивация, с нами бесполезно. То есть, мы там, ну, мы не про деньги, мы про счастье сразу. То есть, сразу кайф, сразу. То есть, деньги для чего? Чтобы потом что? Чтобы на Мальдивы поехать? Давай сразу на Мальдивы поедем. Вот, и там мы будем, собственно, да. Ну вот, и вот мы все время, у нас вот критерий, мы делаем так называемый факторный анализ, когда кого-то привлекаем к работе, мы все факторы сразу учитываем. Что тебе важно? Семья, фан, что ты хочешь? Не зависит от, ну, пространства, ты собираешься переехать в другую страну. Давай мы все берем, все эти факторы, учитываем, и под это формируем вообще эти задачи, с которыми ты будешь работать. Вот, деньги являются одним из, зачастую. Какие фишки они получают, ну, примерно. А люди сколько получают? Проджекты именно. Ну, 100, там, 150. Такие есть. Теперь личные зарплаты, да. Окей, интересно. А какие фишки из онлайн-продукта, ну, можешь, там, рассказать? То есть, например, там, телеграм-чаты, или какие-то там, групповая динамика, гиммификация. Я помню, сколько у нас время есть, потому что мы в этом эксперты экстракласса. Сколько? Ну, давай, мне кажется, Паша лучше дать урок отдельно записать на эту тему. Можешь просто сказать, вот, топ-3 фишки, которые повышают фишки? Могу засыпать просто фишками. Давай, давай. Такое, ну, это круто, это как раз контент наш, который нужен. А потом еще отдельный урок запишем. Да, потому что это, конечно, жарил. То есть, вот, ну, мы же только этим и занимаемся. Ну, прям, перечисляю. Значит, ключевая идея такая, вообще ключевой вопрос такой. Как передать? Ну, два раза загорели. Да, да, да. Ну, это прям, ну, это текущее мое, как бы. Это какие-то маркетинги. Да, да, да. А вот, да, да, да. Марина, это не я, да, а вот, как сделать... Вот, вот, ребята, у кого предназначение, сразу, блядь, сейчас я вам расскажу. Наблюдайте, да, наблюдайте, как выглядит, когда человек, как бы, занят вот, ну, чем-то таким, все прям вжжет внутри. Значит, ключевой вопрос следующий. Как в онлайне с современными средствами передать какой-то набор знаний, инструментов и так далее? Вот как? Вводные. Значит, огромный дефицит внимания. То есть, рядом с тобой параллельно существует еще 150 тысяч всяких разных штук. То есть, от твоего видеоконтента или там материала, который ты делаешь, до соседнего, он прям до хоп, один клик, короче, там, ссылка в социальной сети, звоночек в телефоне и все, и внимание ушло. Ролик Навального. Ролик Навального, там, и Ванга предсказала будущее для России. Все, лоп, хап, короче. Как карму почистить, да, мне как раз надо. Ну, вот, значит, и все сразу уходит внимание. Значит, огромный дефицит внимания. Цель – передать что-то ценное. Сразу все признаемся, что мы заинтересованы догнать и причинить добро. Вот, они против, они говорят, не надо. То есть, это усилие по доставке ценности, усилие. Я заинтересован в том, чтобы видеть у людей горящие глаза. Они нет. Они говорят, ну, нахрен, короче, ты мне жизнь не порть, короче, я тут у себя в дворе, с ямочкой грызу, всем могу морду набить, я крутой. И тут ты мне рассказываешь, что я никто и зовут меня никак, да, потому что я в мир ничего полезного не даю. Мне не нравится это все слушать, не хочу. А моя задача – доставить ценности. Соответственно, что мы делаем? Первое. Самая важная история – нет пророка в своем отечестве, надо давить в боль. То есть, мы на большей части первых вообще продуктов ничего не рассказываем, это только истории. Это бесплатных показателей. Это да, все бесплатные истории, это только истории, беспрерывный степ. Мы выдерживаем стратегию две шутки в минуту, всегда следим за тем, чтобы была эмоциональная история. Это стендап, это шоу, это соревнования, это игры, это фан-традакшн, это веселье, в результате, в котором медленно вернется, понятно, что я никто и зовут меня никак, что я вообще на самом низком уровне развития, и мне, короче, очень стрёмно дальше в этом оставаться. То есть, подтекст, да, человек понимает вообще проблему, с чем он столкнулся, и видит экспертов перед собой, это первая стадия. Ну вот, дальше. Это за счет чего происходит? За счет вебинаров? Вебинары, видеоролики заснятые, посев, материалы и так далее, он весь веселый, он весь интересный, он весь историй. В общем, скоро ты умрешь, а что-то достиг, был где ты счастлив. А лучше не так, представьте себе ленивого Леню, а это его родители. Да, значит, ленивый Леня приходит домой, и началась история, да, или история начинается так, как-то я поехал в Гарвард на встречу с Далай-Ламой. Вот, ну, какая-то такая история, ну, интересно слушать истории. Стори-теллинг является одним из ключевых факторов для того, чтобы вообще привлекать внимание. Вот, дальше, вторая часть. Как только человек впервые начинает что-то делать, мы, естественно, распределяем материал от простого к сложному. То есть, сначала мы даем всякие фановые штуки, очень простые, очень интересные. В конце мы даем такие вещи, которые у человека уничтожают в древности. Типа, сначала бесплатный марафончик. Вот, да, сначала бесплатный марафончик, неделя, опросить людей, там, и так далее. Что-то веселое, интересное, в соцсети написали. Какое животное, там, опроси своих друзей, каким животным они тебя считают. И все такие, да, интересно. Ты каким, я с каким животным тебя ассоциируюсь, да. И все такие, о-о-о, начинается, да. Вот, не очень много науки, много фана. Это до продукта. Вот, это до продукта всякие разные такие стартовые штучки. Значит, дальше, ближе к концу мы уничтожаем личность вообще целиком. То есть, человек там, вот, когда уже там, ну, интенсив, и тогда, когда он много денег заплатил, слезы, сопли, он едет к родителям просить прощения, он едет на... То есть, ну, то есть, вот мы вот его вот эту жизнь, то есть, там такой вообще уровень жестия, да, что народ нам потом за это благодарит, говорит, жизнь делится до и после. На какой платформе вы все это ведете? Мы меняем платформу постоянно. Я запретил нашим делать собственные платформы. Сейчас у нас GetCourse, JustClick и всякие разные онлайновые программы для лайвстрима. То есть, мы... Это единая группа, которая запускается, там, раз в месяц, или это, там, постоянный запуск, там, и какой-то просмотр уроков? Мы обслуживаем blended форму. В blended форме у нас есть все. Что это означает? У нас есть онлайн-кабинет, в котором есть асинхронное обучение. Что это означает? Заходишь в онлайн-кабинет, последовательно можешь изучать уроки. В это же время... Сразу уроки все дают? Да. Ну, не сразу все, а последовательно. А последовательно. Да, через топ-уроки. В это же время у нас параллельно есть когорты. Что такое когорты? Раз в месяц стартует волна. Если ты хочешь присоединиться к коучам, участвовать в соревнованиях, там, и так далее, движуха, она есть каждый месяц, стартует, и там есть группа поддержки. Вот, и это стоит чуть дороже. То есть, если тебе хочется с обратной связью участвовать в соревнованиях, вот, то, да, да, народ там закупать. Причем, если ты купил там дорогой пакет, ты можешь начать сейчас изучать там материалы, готовиться. Да, к моменту, когда стартует, включится соревнование в игру, короче, и там нормально пофигачить. Вот как ты мотивируешь, чтобы люди вот в результате там пошли просить прощения у мамы, вот, что ли? Значит, чтобы пошли просить прощения у мамы, это глубокая проработка, это уже дорого, как бы, купленный продукт. Это когда человек 30 тысяч заплатил за, там, две недели. Кстати, Катя же, у нас есть тренинг, личный бренд, а есть, вот, у нас сейчас предназначение идет в акселераторе. В акселераторе люди заплатили в среднем по 300 тысяч рублей. Во! А контент один и тот же. Катя вчера давала обратную связь, говорит, блин, они до слез, они прорабатывают, они пишут, они совсем по-другому. Ну, смотри, там они заплатили 15-30 тысяч рублей, а тут 300. Когда я в Гарварде заплатил 9 тысяч долларов за 7 дней обучения, говорю, были ли у меня проблемы с выполнением домашнего задания, как вы думаете? Когда я заплатил огромную кучу денег и выработал для того, чтобы меня туда взяли, я выжимаю максимум из того, что там есть, и получаю самый лучший результат. Поэтому тот, кто получает бесплатный билет, пообещайте мне, что вы к этому будете относиться предельно серьезно, ровно так же, как вы заплатили за это с умножением на два. Вот, и у нас на мастер-классах регулярно мы наблюдаем такую картину. Парни, которые выиграют билет, говорят, девочки, кому-то надо, вот, короче, отдают бесплатный билет, я, пожалуй, заплачу. Мне, ну, ценнее заплатить, чтобы был нормальный, честный бартер, вот этот энергообмен. И в Таиланде, когда вот мы сейчас сюда, в Таиланде были, у меня двое были, сосед и муж сестры моей жены, то есть, ну, для меня там, ну, короче, у меня жена есть сестра, это ее муж. Оба заплатили полную стоимость, при том, что я сказал, парни, вы можете, ну, заплатить столько, сколько хотите, сколько считаете нужным. Ну, я для вас, конечно же, там, все сделаю, что я могу. И, то есть, очень часто люди выбирают, ну, вот этот вот, ну, честный энергообмен настоящий. Ну, да, сейчас это все более-более, такой тренд становится. Это просто честно, это какой-то дает такой, знаешь, ну, некое внутреннее, ну, ощущение такого, знаешь, я же когда домой прихожу к кому-нибудь в гости с цветами, я не потому что я там кому-то, там, не знаю, что-то должен или там решил заплатить, вот, мне хочется, как бы, ну, обменяться чем-то, да, вот, и это, ну, это просто, как бы, энергетически красиво. И чем дороже заплатил, тем более эффективны практики, да. А как мы мотивируем к этому? Сложные в конце, легкие в начале. Соревнования. Мы делаем два типа лидербордов. Лидерборд глобальный, лидерборд локальный. Если есть критерии, которые можно глобально отследить, ну, например, какой вес ты поднимаешь. Лидерборд это что? Лидерборд, соревновательный эффект. А, просто это доска с очками? Доска с очками. Вы в Excel где-то делаете? Значит, мы делаем специальный, да, мы сначала в Excel руками собираем, вот, там, где можно автоматизировать, автоматизируем, вот, потом показываем, там парни приходят и говорят, вот, ребята, пожалуйста, на ней такая прям статистика. А что баллы зависят от выполненных заданий? Вот, это называется instructional design. Вот этот вопросик простенький, от чего баллы зависят, это прям половина работы над курсом, то есть разработка критерий оценки, как они будут оцениваться. Это вот ты сидишь, капитал. Да, это вот я сажусь с командой и говорю, так, вот, причем чем они прозрачней, чем они чище, чем проще как бы выстроена вот эта модель, тем чётче человек прям настраивается на работу. И, например, вот у нас есть, ну, какие вообще будут критерии оценки? Первое, техническими средствами. Дал видеоролик, перед видеороликом дал пять вопросов, у каждого из пяти вопросов, там, три варианта ответа. Что означает зелёный маркер? Это маркер зелёного цвета, это внимание на позитив, это, там, я не знаю, покраска пола, там, зелёный цвет. Вот человек такой, если лекцию не смотрел, если он не в теме, такой... Это в конце каждого урока, да, проверка как бы... Конечно, конечно. Это что нужно сейчас не вряд ли? Вот, на курсере, например, у нас прям на видео, идёт прям видео, в видео всплывает окошко, такой пим, вот, и ответьте, пожалуйста, какой правильный ответ. Вот, человек смотрит, впитываемость материала примерно в четыре, в пять раз выше, то есть, если обратную часть потом брать, вовлечённость, чем если нет этих вопросиков, да, то есть... А урок можно остановить, нажать на паркер? А, перемотать? Пожалуйста, можешь перемотать, пересмотреть, а это в курсе у тебя всплывает, там... Это на курсере, гидкурс не умеет этого делать. Мы специально отдельно тогда делаем на выносных платформах, там, где их много. Курсере у вас бесплатный урок курсер, да? И платный тоже так же. Так же есть. На гидкурсе есть, но мы делаем это внешними средствами. Иоанн, вот, расскажи про курсеру тоже интересно. А, курсера. Сейчас, давайте закончим, а продукт просто, и потом переместимся к курсеру. То есть, что ещё? Ну, вот, дай пяток, там, каких-то вот вещей, за которых ты даёшь оценку. Ну, там, по-быстрому просто. Отдельная тема под названием instructional design, то есть, как сформировать правильные инструкции, значит, что мы можем оценивать, да, как можем замотивировать людей для того, чтобы появился, короче, соревновательный эффект. Значит, первое, я вот только что привёл пример, название материала, проверка и так далее, да. Второе, что мы можем делать, мы можем делать оценку 360. Предположим, у меня там 15 человек на курсе. Я всем дал задание. Значит, сейчас, короче, выходите и у девушки берёте интервью. Делаете фотку, короче, с девушкой, с интервью с её телефона, выкладываете в группу Telegram. Вот, к этому пишите историю вообще, что цену... Типа девушка с улицы. Да, девушка с улицы, ну, например, у нас есть на мужском предназначении одно из заданий взять у неё интервью с тремя вопросами. Зачем девочка истерит, что с ней делать в этот момент, что для неё романтика, вот, и когда она понимает, что мужчина созрела, когда она понимает, что с ним кашель не сварит. Вот, они берут, короче, интервью. Вот, дальше они берут оттуда выводы, берут, короче, фотографию, прикладывают её, например, в группу в Telegram. Ну, да, это из разряда «сделай действие, получи балл». Да, но дальше что происходит? Дальше мы говорим, значит, выкладываем, например, в группу ВКонтакте, допустим, да, выкладываем в группу ВКонтакте. Все смотрим на то, кто вообще что сделал, и лайкаем или дизлайкаем. Говорим, что вы какая-то хрень, это лайк. И верхние три получают, например, там какие-то баллы, выигрыш и так далее. Нижние, короче, вылипают. Вот это прикольно, кстати. Ой, там такое вообще поприще. То есть они сами оценивают, как кто выполнял задание. Именно так. И топовые ещё премируются. Правильно, топовые премируются, нижних наказываем определенным образом, штрафуем и так далее. Да, там есть, например, 50 человек и так далее. Да, нижних наказывают. По-любому кто-то будет наказывать. Да, в женском предназначении они делятся на две лиги. У нас, например, две лиги. Любительская и пролига. Вот, от выполнения заданий. Значит, в любительской лиге они имеют право сделать минимум одно задание в неделю. В пролиге они делают все 7 из 7. Соответственно, в конце недели происходит перерасчёт. Кто-то из любительской переходит в про, кто-то из про переходит в любительскую. Соответственно, если девочка не доделала какие-то задания, ничего страшного, просто в чат другой переходишь, а чаты отличаются разительно, там такой тухляк, короче, там где любительская лига, и они такие, в этой неделе, короче, я сделаю все, я там, короче, с нашими, они его называют звезды, они называют чат раем, они поддерживают друг друга, вот, но это те, которые работают, да, вот, сделали две лиги, вот, одна из фишек, да, лиги, вот, и они, короче, прыгают туда-сюда, туда-сюда, в зависимости от переходящей вымпел, да, такая история, да, вот. То, чему вы учите вот на педагогическом дизайне, конечно, да, 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 и я вот сейчас вот прям буквально недавно был семинар, мы там что-то около десяти этих фишек, прям сразу сходу, ну, еще одна, например, да, бейджики, вот, то есть прорабатываем ранги, как это выглядит, ну, например, здесь ученики, для защиты какого-то конкретного ранга, значит, продумаешься на словарике какие-то ранги, солдат, майор, полковник, генерал, маршал, да, там, др-р-р, или, например, там, протеерей, вот, там, какой-нибудь патриарх, там, ну, что-нибудь такое, да, опять продумаешь, или, там, знаешь, там, новичок, beginner, там, intermediate, advanced, там, про, там, и так далее, все, продумали, вот, сначала название этих, потом продумали критерии перехода с первого на второй, третий, вот, а дальше ты в профиле каждого человека добавляешь ему какую-нибудь фишку, ну, например, к имени добавляешь какой-нибудь значок из эмоджи, да, вот, этот уже там стал ниндзя, и он к имени своего там появляется со значком ниндзя, все смотрят, говорят, блин, а этот крутой. А где ты значок ниндзя добавляешь? Ну, у тебя в названии, в профиле, если у тебя есть какой-нибудь онлайн-кабинет, где у тебя есть ученики, вот, то ты можешь к имени, а, к имени что-то добавить, ну, например, в скайпе ты как называешься, ты же можешь там добавить какое-нибудь название, ну, там, какой-нибудь значок в начало, да, значит, мы обозначаем эти значки, они могут туда добавить. То есть они у тебя тусуются-то где, получается, в гид-курсе? У нас есть много разных мест, где они тусуются, то есть у нас есть гид-курс, там они пишут отчеты о... А где ты значки добавляешь? Вот, сейчас в этом, в Телеграме, сейчас, совсем недавно мы в... То есть ты как бы им разрешаешь добавить у себя значок, они должны... Да, да, он, да, заслужил статус, заслужил статус, да, вот, и все знают, что он крутой, вот, и это неспроста, а полученный статус, то есть, ну, все понимают, чего ему это стоило, потому что все знают критерия центра. Да, 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 да. Вот, ну и так далее. Одна из фишек, когда надо собрать коллекцию, ну, предположим, школа экзектив, MBA, высшая школа экономики, значит, мы должны получить сертификаты разных цветов, предположим, мы учим бизнесу, вот, мы декомпозировали бизнес, например, на 7 разных задач, 7 глобальных, короче, вещей, маркетинг, там, не знаю, продажи, персонал, там, не знаю, продукт, видение, там, логистика, там, еще что-нибудь, да, вот, все, раздробили бизнес на какие-то куски. Вот, дальше говорим, у нас в течение года есть разные модули, есть модуль, посвященный логистике, есть модуль, посвященный, там, IT, есть модуль, посвященный финансам и так далее, вот, они будут называться красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вы в этот год можете пройти 2, 3 или 5, сколько хотите, вот, в следующий год можете добрать остальные модули, а потом мы 7 модулей, если они у вас все будут изучены и сданы в качестве зачета, меняем вам на белый сертификат под названием executive education от высшей школы экономики, вот, то есть, это что означает? Мы берем, например, чипсы, продаем чипсы, посвященные Кубку Конфедерации, и в Кубке Конфедерации участвует, например, команда России, в ней там сколько-то футболистов, предположим, 50, какой-нибудь команды, 25, вот, и мы этих 25 футболистов карточками туда вкладываем. Купил пачку чипсов, нашел одного, вот, рядом есть карта, куда ты можешь их налеплять, вот, и вот у тебя уже 7 футболистов найдено, а еще 7 не найдено, опять покупаешь пачку чипсов, а она опять та же самая. И надо собрать коллекцию цельную, и это удивительно, но мотивирует людей к тому, чтобы добрать полную коллекцию. Вот, и у нас в программе 365 у девочек есть такая карта на 365 дней, и у нее на каждый день есть задание. Она в этом году выполнила, например, из них, там, типа, 50. А вы с школой экономики договорились как-то, да? Да нет, это я тебе просто пример привожу в образовательную платформу. Вот, значит, вот у нас, например, годовая программа, 360 дней у девочек, годовая программа. У них на 360 дней есть 360 малюсеньких заданий. Одно из заданий – разобрать вещи в шкафу, например. Вот, к ней есть подводка, есть четкое объяснение, почему именно так, там, да, как это все работает. Вот, или, например, в раковине должно быть чисто, да, значит, подходим, сейчас смотрим, что у вас там, да, вот, там, чисто вот в раковине или нет, да, и она, там, держит в раковине чистоту, вот, уют в доме. Чек-лист такой. Вот, да, чек-лист такой, да, и вот у нее 365 дней. Почему они продолжают учиться в годовой программе постоянно? Потому что они открывают эти, ну… Игдают какие-то тоже бонусы. Вот, да-да-да, и там набирают, например, неделю подряд выполняла бонус какой-то, вот, и, ну, мы можем примировать, мы можем наказывать. Дальше для мотивации есть работа самостоятельная, я говорил про синхронный режим, в кабинете есть онлайн-уроки. Дальше следующая фишка, мы можем назначить бадди. Сейчас, уроки открываются по мере прохождения или какой-то по конкретной дате? Есть три варианта. Открыты сразу, открываются по мере прохождения, открываются по мере прохождения, открывается пачка, например, неделей, и ты эту неделю можешь ждать самостоятельно. То есть, топ-урок, например, выглядит где-то в конце недели. То есть, можем все открыть, можем по одному, а можем кусками. Ну, и зависит от курса, да? Да, зависит от того, как вы устроен наш педагогический дизайн, то есть, что мне выгодно сейчас. Окей, окей. Очень важная компонента, например, это в какой команде работают игроки. Самостоятельно, в паре. В паре как это выглядит? Например, презентация. Я там людей сажаю, говорю, расскажите друг другу вообще, кто вы и что вы себя представляете. А спрашивать я буду тебя про него, а его про него. Или, например, зачет. Ты должен будешь завтра получить 10 подписей, короче, на улице о том, что распишись в получении привета. В зависимости от того, сделал ты или нет, он попадает в зал или нет. Вот, это, собственно, да. Это вот взаимная ответственность. Да, взаимная ответственность. Да, то есть, пара, да. То есть, вы как команда, вас там назначают, вы так... Начинайте как бы работать, да? Да, 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 кошмар, да. Ну, надо работать, да, ну, надо работать, мотивация резко возрастает. Вот, потом мы делаем иногда бригады, трое или четверо, тогда примерно то же самое, но мы делаем пилотные проекты на троих, на четверых, зачет по последнему и так далее. Вот, потом мы делаем иногда стенка на стенках, женатые встали суда, неженатые суда, рассказали о плюсах-минусах, рассказали о плюсах-минусах. Вот, и война такая. Вот, кто считает, что больше ответственности, больше свободы, сюда встали, кто считает, что... А в онлайне-то как это? А? В онлайне как? То же самое. В чате? Да, конечно. И чат. проект, и они могут сделать вебинар, а еще они могут сделать мастер-майнд, то есть у них у команды, мы задаем инструкции в мастер-майнд, и они начинают друг с другом вариться. Прикольно, да. Надо уже заправляться. Да, давайте заправляемся. С Курсерой получилось? Как ты оцениваешь сам опыт? Да, значит, это был ад, это был челлендж, был потрачен предыдущий год. То есть, значит, с Курсерой, что такое вообще Курсер, для чего она мне? Я держу сейчас в голове одну из задач, больше, чем про зарабатывание денег, это критика мирового сообщества. Сейчас я хочу понять, вот то, что я делаю, это какая-то шарашкина контора или мы на мировом уровне лидеры? Да, вот как мне понять? Соответственно, что для этого надо сделать? Надо где-то показать себя там, где сразу видна оценка. Есть две очень мощные платформы – Курсера и ЕДЭКС. Да, Курсера – это Стэнфорд, соответственно, под их именем всякие разные университеты собраны. ЕДЭКС – это Гарвард, и под их именем собраны всякие разные университеты. Мне Гарвард, конечно, ближе, но в Гарварде мне приходится через шаг делать, потому что там по-русски они не хотят никого видеть. Соответственно, что мы делаем? Значит, мы сначала на Курсеру заходим. Чтобы зайти на Курсеру, мало дружить с основателями Курсера. А я лично знаю и Дафну, и Несу – это те, кто, собственно говоря, управляет этим всем, но этого недостаточно. Соответственно, я к ним подошел, сказал – хочу у вас крутые курсы разместить. Они говорят – принято, Паша. А от лица кого? Я говорю – в смысле? Они говорят – мы работаем только с ВУЗами, причем только с теми, кого сами отобрали. Ну вот, я говорю – где ваш список? Они говорят – вот они, они. А МГУ там нет. Опять, у меня в МГУ больше всего ресурсов, но там МГУ нет. Зато там есть физтех, Высшая школа экономики и еще несколько, И МИФИ, как мне странно. Я по всем этим ВУЗам прошелся и сказал, говорю – коллеги, вас много, я один. Я только один ВУЗ могу взять сейчас это и пропедалировать, у вас будет топовый курс вообще среди всех ваших на Курсере. Другого мне не надо. Да и вам, наверное, тоже. Я говорю – только с кем? Кто хочет? Я в Высшей школе экономики, физтехи и так далее сказал. Все сказали – конечно, хотим. А МИФИ сказали – приезжай в Дубну сниматься. Я сказал – Дубна? Я говорю – это сколько вообще, куда вообще ехать? Они сказали – два часа на машине. Я сказал – ну ладно. И прямо там буквально следующее, то есть они вместо того, чтобы да, нам нравится, отреагировали по-другому. Они сразу сняли курс. Да, они сразу сказали – приезжай. Я приехал, они там собрали такую тусовку, МИФИ, устроили меня куда-то на полставки, я МИФИ закончил, в том числе аспирантуру. То есть очень сразу все это соединилось. И мы сделали первый модуль, который выложили на Курсеру, мы разделили на четыре части курса по предназначению, выложили первый модуль, совершенно бесплатно, причем очень качественно, с инфографикой и так далее, разместили на курс. Но очень боялись. Почему? Физика, математика, ядерная и так далее. И тут вдруг… Предназначение. Совтовое такое. Вообще, да, такой софт-скилл. Да. И я думаю, блин, что же нам вообще скажут сейчас, МИФИ, Курсеры и так далее. Там есть пару курсов на нас похожие, да? Индус какой-то там снял, там, как наполнить жизнь счастьем, еще что-то, то есть есть. Вот. Но я прямо про себя думаю, что нам сейчас поставят? И как только мы выпустили и зашли первые там несколько тысяч человек, мы получили оценки звездочками. Значит, первая оценка была, я себе поставил. Вот, зашел, посмотрел, как ставятся оценки. Там вот и проигрыш написал. Вот, там типа поставил себе пять звезд. Паша молодец. Да, 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 да. И сказал, ребята, для вас, короче, с любовью, вот там, пять звезд. Значит, вторая оценка была, одна звезда. Значит, человек написал на русском и на английском языке. Что за говно? Как это могло пройти на Курсеру? Перевел, короче, это все на английский язык и написал, шейм он МИФИ, шейм он Курсера. Следите за качеством курсов. Какой-то, блин, инфобизнесмен, блин, какой-то клоун, продающий свои курсы. Вот, весь и сядь там типа миллионер, семьянин и все дела. Вот, посмотрите на его учителей, какие-то там триста, блин, эзотерики. При чем тут МИФИ? При чем тут Курсера? Следите за качеством. И такой, короче, написал отзыв, поставил один балл. Это были два отзыва, короче, за первый курс. Нам перезванивает Курсера, пишет нам письмо. Они как раз наняли девочку, которой контролем качества занимался. Вот, который говорит, эй, 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 ребята, видим отзыв. Вы что, правда, какое-то говно сняли? Вы, пожалуйста, это, еще один такой отзыв, мы закрываем ваш курс. Вот, в МИФИ собрали совещание, включая проректор по образовательному, который посмотрел на это все, сказал, эй, 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 короче, вы там это, со своей группы разработчиков там, типа, еще, вы, правда, какое-то говно, мы говорим, ну, вы посмотрите курс, может, правда, там совсем какая-то ересь, там, и так далее. Вот. Значит, мы прям присели все. То есть это было бы первое. Я очень боялся. Да, да, получить критику мирового сообщества. Образовательной среды, знаешь, настоящих вот ученых, которые, там, МИФИ, ну, никто не шутит. Вот. Знаешь, Стэнфорд, все дела. Вот. И вот вам пошла эта оценка. Значит, дальше мы сделали два события. Первое, мы все проанализировали, вот, и вкрапили две компоненты для того, чтобы получить обратную связь. Значит, мы сказали, слушайте, если мы где-то ошиблись, если вот какая-то ересь где-то, если вы видите какую-то, ну, что-то вам не нравится, вот вам e-mail, пожалуйста, напишите нам, мы прямо сейчас все будем исправлять. Мы только что выпустили курс. Позвольте нам, короче, довести его до ума. Пишите. Вот. И запустили тестовую группу, там, и так далее, сказали, пишите. Значит, нам написали кучу всего, мы исправляли, такая была большая таблица, где мы там какие-то ошибки исправляли, косяки, еще что-то. Вот. Второе, мы сказали, если вдруг вам было хоть что-то ценно, поставьте нам оценку, расскажите, что, вот, как ставить оценку. Оказалось, что в курсере вот эти звездочки, куда нажимать, непонятно, куда жать вообще. Никто не знает. Мы сами долго искали. Вот. Я рассказал, что я нашел там где-то. Для этого надо вернуться на главную страницу, вот из серой звездочки, на них мышка не превращается в кликабельную, но если нажать, вот, открывается окно, где можно поставить оценку. Вот. Да. И мы написали скридкаст, как нам ставить оценку. Добавили, и с этого момента вторая версия у нас имела 4,8, а сейчас держится 4,7 из возможных пяти. Сейчас прошло больше двадцати тысяч человек, этот курс, да, там есть active learners, они даже покупают сертификаты, хотя мы не стимулируем, то есть можно за деньги пройти, вот, но люди платят иногда в конце, да, там есть возможность получить сертификат о прохождении этого курса. И прямо сейчас отснят второй и третий курсы, мы их сейчас монтируем, скоро будет второй, третий и так далее. И он будет платным. И первый переводим на английский язык. И мы его перекладываем на edX и понеслась. Я скоро в ГАРТ, вернусь, как... Курсерен бесплатный? Да. Курсерен бесплатный, а на edX? А, знаешь, как выглядит? Бесплатно, если хочешь получить сертификат, если хочешь иметь доступ к тестам, доплачиваешь немножко денег. Это вот пример того, насколько важно все же людям давать возможность убирать барьеры, потому что, как правило, он задает либо тот, кто супер негативный, у него прям щемок, ему нужно от этого избавиться. Если человек благодарен, он такой, как бы, спасибо, но, блядь, тут непонятно где ставить. Ну, даже вот, там, я пользуюсь многими предложениями, мне предлагают поставить там... Ну, не хочется, наверное. Ну, блин, ну, это несколько, там, ну, даже минут иногда, там, неудобно что-то. Да или нет. Вот, и сейчас такое вот, то, что уже ставят круто, значит, реально крутой продукт. А тренд такой, что нужно какой-то подарочек дарить. Ну, реально охрененный кейс с точки зрения того, как вот простраивалась там от... Там, сначала, конечно, история была такая, блядь, успешный парнишка, умный, гений, ну, как бы, шел, шел, шел. Потом, как бы, нормально жизнь накрыла, пришлось поработать и компьютеров там, и колл-центр повыстраивать. Такое, то есть, такой true-true опыт. А самое, конечно, прикольное, это вот в России пока не хватает кейса выхода на международные, там, рынки. И, по сути, ты сейчас имеешь шанс, идешь, там, уверной походкой к тому, чтобы из студента Стэнфорда стать предпринимателем и в Гарвард тоже преподаваться. Да, я вернусь в Гарвард с визиткой. Будет Павел Кочкин, профессор Гарварда. Да, да. То есть, в ближайшие несколько лет я работаю именно на это. То есть, в Гарвардской платформе у меня будет оценка выше, чем у других гарвардских профессоров. И я с этим с удовольствием вернусь еще разочек в Гарвард и поспрашиваю коллег. Коллег. Мне так приятно. Профессор Кочкин. Да, 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 да. Будет профессор Кочкин, да, который в теме самоопределения. У них это называется карьерная траектория, образовательная траектория, социкованная с карьерной траекторией. Там по-модному это вот так называется. Да, простройка образовательной траектории, соединяющейся с карьерной. Круто. Итак, чему мы научились из общения с Пашей, это, ну, я, наверное, свои выводы начну. Это первое, очень понравилось, как структурирован продукт, то есть прикольная геймификация, прикольные вот эти все баллы. Очень интересно, что полностью в онлайне и очень так это, ну, детально проработано. И очень тоже понравилось то, что Паша понял, что он эксперт, он не хочет заниматься там управлением, он хочет заниматься продуктом, у него реально глаза горят на этом. И он нашел в итоге себе партнера, кстати, это, наверное, было сложно, не сложно. Ну, они из лояльных людей, то есть есть два варианта. А ты взял из своей аудитории. Конечно, мы можем брать по рынку искать, да, привлекать, а можем лояльность. Самое главное, что это получилось, потому что очень у многих экспертов возникает вопрос, а где же мне найти того самого продюсера. И вот один из вариантов это найти его среди своей лояльной аудитории, который будет просто, ну, тебе лоялен, ты как будешь брахман такой, найдешь своего кшатрия, который будет тебе помогать. Вот это вот мои инсайты. Для меня это история Паши, очередная доказательство к тому принципу, что вот Паша везунчик, но для того, чтобы везло больше, чем больше он работает, чем больше он упирается, чем больше он работает над продуктом, над улучшениями, над этими фишечками, потому что у Паши глаза загорелись, когда он начал рассказывать про эти фишки, которые он сейчас актуально внедряет. потому что этап вот этих выступлений там прошел, когда там, типа вот, сталкиваешь людей, там, в группах, это уже там, ну, такая тема, тема, о которой он там… Ну, уже скучно. Да, да. Соответственно, тут такое, что вот там, во-первых, нужно действительно вот определение, когда ты сам определился, когда ты понимаешь, что у тебя там в целом вектор жизни какой, да, и на этапах жизни. Вот тебе там, ты говоришь, хоп, надоело, там, типа, уже рассказывать одно и то же. Но есть тема автоматизации автобизнеса, соответственно, вот для тебя это сейчас драйвовое, и ты выстраиваешь, и есть понимание, что продукт, продукт должен быть крутым, и ты инвестируешь в продукт. А маркетологи, они плюс-минус все равно ленды сейчас, они… Ну, да. Плюс-минус уже сейчас рынок насытился, и маркетолога найти просто. А вот, кстати, методолог, это вот то, над чем нужно работать, и делегировать это сейчас сложно, потому что нет людей, которые знают так хорошо продукт, аудиторию, и поэтому методологом нужно быть самому, и вот как раз таки то, что ты педагогический дизайн там, сам там изучаешь, проектируешь, это прямо круто. Ну, и круто, что ты нашел вот автоматизацию именно в онлайн-образовании. Вот, и еще интересно… То, что мы тоже там уже ее нашли, и рады друг друга поприветствовать. И еще интересно, что вот у тебя есть четкое распределение, вот есть там маркетолог, есть управленец там, операционный директор, а вот есть я, методолог, эксперт, и в целом там крыша. Какая роль конкретная. Да, потому что вот многие… то есть у тебя хорошо то, что ты вывел себя из вот операционки, и ты имеешь возможность глубже фокусироваться над сердцем бизнеса, на продуктах. Вот. А для большинства сердца на первых этапах жизни, на первых там два-три года жизни, это все же маркетинг. А у тебя уже есть имя и аудитория, ты можешь себе позволить взять, но это нужно наработать. Спасибо, Паша. Спасибо, пожалуйста. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было полезно и интересно. Поставьте, пожалуйста, ваш лайк, сделайте репост, расскажите друзьям о том, насколько рынок онлайн-образования интересен. А самое главное, помните, что и вы можете добиться таких же результатов, и вы можете создать свою онлайн-школу. А для этого подписывайтесь на наш канал, следите за новостями и знайте, что у нас всегда самые лучшие спикеры, которые делятся своим опытом искренне и честно. И еще здесь под видео есть ссылочка на пошаговый план создания онлайн-школ и приглашение на вебинар, где мы делимся тонкостями онлайн-образования и более четко рассказываем о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы и у вас была своя онлайн-школа. Не приключайтесь, подписывайте, лайкайте, шерпьте, комментируйте. Будем на связи.